Продолжение следует... Наше хозяйство признавать не хочет. Говорит везде, что для него СПК «Агидель» в районе не существует. Его председатель, вот меня, Шапогудинова, тем более для него не существует. Взаимоотношения глав районов и городов, получается, жизнь портится у всего населения, да? Да, конечно. Везде только трудности создает. Я еще с 2005 по 2006 год работал директором МТС «Нагаевская». Нагаев – это бывшая сельхозтехника. Прекрасное было предприятие, все было. Более 60 человек работала техника, комбайны, трактора, кормоуворочная техника. До 30% объема кормозаготовительных работ, уборочных работ мы по району выполняли. Он меня оттуда уволил в 2006 году. И все, после этого предприятие перестало существовать. Но народ меня избрал в представитель СПК «Агидель». Тем более я здесь уже работал с 1989 по 1994 год. Это был один из лучших колхозов тогда, не только в районе, но и в республике. Неоднократно занимали там передовые места, наградались переходящими красными знаменами и так далее. В 2006 году меня избрали, но наш район такой специфический. Нефтяников на наших землях много, и довольно-таки солидная часть бюджета колхоза составляет деньги, которые нефтяники выделяют нам в счет временной аренды земель под реконструкцию своих трубок, трубок, нефти и так далее, проводов. Часть этих земель, где-то одна треть от общих земель колхоза, теперь уже находится в руках пайщиков, выделено пайщиком. Постановление было в администрации от 2007 года, я сейчас номера не помню, 2016 гектаров земель, немедленно пахотных земель, выделено пайщиком. Свидетельство на право собственности на этой земле, они по доверенности передали мне. Я их вложил, создали мы все вместе новые предприятия Агидель Агро, и согласно этим доверенностям я вложил эти земельные паи в уставный фонд предприятия нового Агидель Агро. Но несмотря на это, глава администрации издает, каждый раз, когда повышается отвод на этих паи в землях, глава администрации района Гермонин издает новое постановление, как будто эти земли принадлежат или сельскому совету, или какому-то другому крестьянско-фермерскому хозяйству. В частности, на нашей территории есть такой фермер Зайдули, Айрат, или на него, и деньги перечисляют, или сельскому совету, Ну, бюджетский сельсказ, это, в общем-то, небюджетные же деньги, небюджетные получается. Потом никто ни перед паищниками, ни перед народом не отчитывается, куда эти деньги ушли. Мы практически не знаем. В течение последних 3-4 лет, это более 3,5 миллионов, около 4 миллионов рублей, куда эти деньги ушли, никто не знает, никто перед нами этим образом не отчитывается. Я писал жалобы и на имя генеральной прокуратуры, и на имя вашего прокурора, и обращались непосредственно к президенту, объяснил писали, нефтекамские коррупционные отделы обращались, в свою районную прокуратуру обращались, но никто этим делом заниматься не хочет, отписывается, что подавайте в суд, это дело такое судебное, как бы, мы отношения не имеем, мы тут не усматриваем, типа состава преступления, подавайте в суд, а суд подавать, за этим ходить, опять-таки, сколько нужно документов собирать, сколько нужно нервов, адвоката нанимать надо и так далее. Дело так и до сих пор продолжается. Единственное, можно сказать, добились того, что на следующий год, в 2014 году, должен быть отвод земель нефтяникам еще на полтора миллиона рублей. Сейчас уже провели, в мое отсутствие, я когда был на основе трудно-курортного лечения, собрали без меня, население собрали, провели как бы собрание пайщиков, хотя все эти пайи находятся в уставном фонде СПК «Гидель Агро», несмотря на это, провели собрание и решили деньги отдать непосредственно пайщикам. Сейчас нефтяники собирают визиты каждого пайщика, но это хотя бы неплохо, хотя бы народ эти деньги получит. Раньше ни народ не получал, ни СПК «Гидель Агро» не получал, ни СПК «Гидель» арендует эти же земли, но все знали СПК «Гидель Агро», потому что землепользователем непосредственно сегодня является СПК «Гидель», которым тоже я на сегодняшний день руковожу. Хозяйство является сегодня, хотя уменьшилось несколько раз, уже до 10 раз объем производства уменьшились, рабочих рук не хватает, причин очень много, но является стабильным хотя бы в том отношении, что ни перед кем почти у нас нет долгов, хотя все цельскохозяйственные предприятия района, по шее все сидят в долгах. Мы, хотя бы в этом смысле стабильны, сегодня сокращаем все расходы, имеющиеся с трудовым резервом населением нормально работаем, на следующий год, планируем увеличивать, увеличивать, вот уже идет сейчас отел, планируем увеличить поголовье, поменять поголовье, на более продуктивный скот собираемся поменять, но в кредиты, если вот такой поддержки у меня со стороны нефтяников не получается, в кредиты особо лезть не хочу, сейчас вышли на связь с, есть такой продукт Башкутстана, башкизский продукт, компания с их помощью, эти компании открываем свои магазины, и свою продукцию будем реализовывать в дальнейшем сами, поэтому надежда, в общем-то, на возрождение вот этих деревень, и СПК Агидель, но в виде СПК Агидель, как мы еще будем думать, в общем-то, надежда есть, а со стороны администрации, вот я работаю уже с 2006 года, кроме помех, кроме вмешательства, никакой помощи абсолютно нету, только отнимают деньги СПК Агидель, можно сказать, от отхода земель, отнимают деньги у населения, у пайщиков непосредственно, документы, некоторые у меня есть, некоторые до меня не доходят, потому что они постановление не сдают, раз постановление не сдается на имя сельского совета, что деньги туда перечислиться, они мне не предоставляют экземпляры, даже не согласовывают от отход земель, они даже не поля, кадастровые номера полей не указывают, вот в этом документе, в постановлении, кадастровые номера полей не указываются, какое это поле, узнать невозможно, пишут в постановлении, вот от скважины номер такой-то, до скважины номер такой-то, от вот земель, и происходит вот так вот там у нас в районе, практически никто не знает, чья это земля, а деньги идут вот именно непосредственно, приближенным людям, можно сказать, глава администрации, может начальник управления сельскохозяйственной, и непосредственно до населения, до назначения они доходят, и я считаю, что используются не по назначению. Значит, получается сейчас, на данный момент, вот эти все деревни уже как, сельхозпродукцию уже никакую не упускают, получается? Сельхозпродукцию в виде вот колхозного производства, сельскохозяйственного производства, кооператива, выпускаем очень мало, вот из четырех деревень в составе колхоза, раньше было из четырех деревень, только в двух деревнях, в новом Мензигите, в старом Мензигите, еще более-менее занимаемся, а в деревне Бачки-Тау, и в деревне Меняевке сейчас никакого производства уже нет. Есть, конечно, частники, людей, которые по несколько десятков уголов скота держат, но им тоже со стороны администрации вообще никакой помощи практически нет. Это получается, что у главы администрации Бельмулина идет целенаправленная работа только в отношении нефтяников, только выкачиваем денег за аренду земель, а как производитель ничего нет? Нет, для производителя ничего не было, практически ничего не было. Еще препятствия тратить? Да, но некоторые только получили там субсидии, вот, за поголовье, но в последние годы, и, по-моему, этих субсидий тоже нет. То есть, как такой иждивенец получается, район? Да. Ничего не производящий, только живущий? За счет нефтенененек, можно сказать, там, да. Есть некоторые колхозы, бывшие колхозы СПК, ну, и они превратили, некоторые превратили в ООО, некоторые еще в виде там агрофирм, их два-три хозяйства по району, показательные хозяйства... Ну, это подконтрольные. ...подконтрольные, показательные хозяйства, пару хозяйств еще есть. Ну, и деревни, получается, вымирают все? Деревни вымирают. Мы, наверное, только смотрю, у вас-то деревня-то... Ну, природные условия у нас хорошие, поэтому народ, кто на севере работает, кто где-то работает, на пенсию выходит, приезжает сюда, строит... Как дачный. Как дачный. Да, как дачный. У меня это, конечно, да. А вот ферма у вас, смотрю, уже вообще. Ферма, после того, как в 2006 году хозяйство обанкротили, половина примерно осталась на стороне обанкротившегося колхоза, большого колхоза, и те объекты, которые остались на той стороне, арбитражный управляющий продает, продали, и уже ликвидировали это хозяйство, и некоторые помещения, примерно это половина, опять-таки, из существующих бывших помещений разбираются и продаются, как стройматериалы. Вот сейчас на данный момент сколько у вас скотина? Скотина или 150 голов. 150 голов по технике? Всего техники, ну, около 10, как там. Всего-то. Ну, раз, если нет 10, то раз 7-8. Меньше, чем было раньше, вот 89-94 год. Я здесь работал, у нас было 64 трактора, 27-28 комбайнов, сейчас одна десятая часть. Ну, вот я на Сабантуе видел, вот, когда Сабантуе, Краснокампийский район, что там практически вся новая техника была. Это откуда техника вся? Ну, по всему району только собирают. Ну, в некоторых хозяйствах, вот именно таких показательных хозяйствах, еще 34 новых трактора есть, в современном хозяйстве современной, это по всему району только собирают. Ну, там же не так уж много, в общем-то. Ну, так-то впечатляет. Ну, может, одолжили в МТАЕСе, вот в Ашкирской МТАЕСе, еще не на нашей территории, правда, в Аттельском районе, если, может, у них одолжили. Ну, получается, ничего хорошего. Ничего хорошего. И никакой перспективы? Никакой перспективы, никакой программы в районе по развитию вот этого агропромышленного сектора практически нет. Это еще, ну, ладно, мы в виде такой структуры, как колхоз, пока этот, можно сказать, тот же колхоз бывший, существуем, но такая структура с сегодняшним экономическим реалием, она не соответствует. Думать надо о будущем, о создании каких-то других структур, может быть, агрохолдинг или что-нибудь такое. Нет, у главы администрации, у администрации района одна забота сегодня с помощью существующих этих колхозов. Набить себе карманы или вообще хозяйство оттяпать под свою крышу. Как сделали со спока маяк, передали к Ильфановой. О, колос. Спока 1 мая, сейчас они практически подготавливают, можно сказать, к тому, что туда придет частник, новый хозяин. Как ликвидировали ООО «Батыр», они передали в частные руки, это бывший нормальный колхоз был, спока Козылтан. Потом сделали ООО «Батыр», передали в частные руки, там 4 славика всего остались с учредителями. А сегодня этого хозяйства ни спока Козылтан, ни ООО «Батыр» уже нет, все отдали в частные руки. А вот теперь насчет населения, у вас сколько человек тут примерно? Ну, в этой деревне в Староминадзигите около 1000 человек, работоспособных, наверное, человек 100, может быть. Вот эти работоспособные, чем они занимаются? Ну, на нашей территории переправа, есть паромная переправа, зимой ледовая переправа, там работают порядка 20 человек. Потом еще есть дамбы и насосные станции Нижнекамского водохранилища. Вот эти насосные станции обслуживают тоже. Бывшие наши механизаторы там работают. На каждой станции по 4-5 человек, тоже порядка 15-20 человек, наверное, еще на этих насосных станциях работают. Бюджетом в учреждениях работают, и порядка 25 человек. По сезону до 30-40 человек доходят в хозяйстве, в нашем хозяйстве. Что-то интересно получается. В деревне все работают на таких организациях, которые вообще не касаются сельского хозяйства. И животноводства тоже. Боярки еще есть они, в общем-то, животноводов нет. Ага, то есть уже все. Агроном есть? Нет, агроном. Все, короче, специалисты разбежались, ветеринары тоже. Ну, довели. Я пришел в это хозяйство в 2007 году. Но в 2008 году меня еще раз уволили. Год и два месяца. Я решением Верховного суда только восстановился. Опять-таки, глава администрации постарался. Собрали собрание незаконное, меня уволили. Я вернулся в 2009 году. Опять хозяйство уже было по шее в долгах. Вот в течение последних трех лет только рассчитывались по этим долгам. На этот год мы уже практически без долгов. Сегодня, как-то надеяться можно, что хотя бы какую-то часть техники будем обновлять, какую-то часть скотину будем обновлять. Я вам уже говорил, что хотя бы долгов нет. А вот школа, как у вас тут работает? Сколько детей в школе учится? Мало, мало уже детей. Где-то около шестидесяти. Еще из трех деревень сюда ездят. С Вачкетав и снова Янзевита. Тут каждый год по три-четыре ученика заканчивают. Три-четыре ученика. Школа хорошая. Школа хорошая тоже. Когда я работал председателем еще в 90-е годы, в 91-м году построили. Ввели ее в эксплуатацию. В те годы еще все строилось через хозяйство, через колхоз. В те годы построили. Но до меня уже начали строить. Бывший председатель Гумер Вария Афановича. Он постарался. Но мне пришлось закончить строительство этой школы в 90-м году. Выходит, что деревень существует только благодаря тому, что люди сами сопротивляются местные. Нужно можно сказать, что так. А так было, наверное, вольное. Ни со стороны местной администрации, ни со стороны районной администрации никакой помощи тем, кто хочет заниматься реальным производством чельскохозяйственной продукции нет. Мы сегодня, опять вчера, только были на конференции и в Уфе по этому проекту «Башкирский продукт». Собираемся в Невстикамске открыть свой магазин. Свою продукцию стараюсь, будем реализовывать сами. А то сегодня молокозавода даже в районе нет уже. Невстикамского молокозавода практически нет. Переработки абсолютно никакой на территории района вообще нет. В Невстикамске то, что есть, молокозавод Невстикамский тоже. Мы кому-то продали с Челябинцем, что ли, с Челябинской области купили. И там уже будет как молокоприемный пункт только. Можно было как межхозяйственное молокозавод организовывать, как в Велишевском районе, как в других районах. И создать какой-то, я же говорю, агрохолдинг, агрокорпорацию какую-то. Можно было задавать, чтобы все структуры, все необходимые, и строительная отрасль, и переработка находилась в Велигии района. А у нас в Велигии района ничего нет абсолютно. Вот сейчас такой разговор идет, что опять подняли вопрос об объединении Невстикамска с Коснокамским районом. Вот как ваше мнение насчет этого? Было бы лучше или хуже? Вот тут с двух точек можно рассмотреть. На точке зрения, как бы самостоятельно, если бы Краснокамский район был, с нормальной администрацией, с нормальным главой, который был бы заинтересован в развитии района, район сам по себе это лучше. Но сегодня сельскохозяйственным товаропроизводителям в районе при сегодняшней администрации, может, дышать не дают, кроме некоторых. Мне кажется, сегодня даже объединение Невстикамска и Краснокамского района, сегодня оно было бы даже хорошо для нас. А хорошо? Да. Хотя отношения поменялось бы, все равно город есть город, какие-то связи с городскими предприятиями и не только же производство. Сегодня производить мало, сегодня реализовывать надо уметь свою продукцию, а в смысле реализации город Невстикамск – это для Краснокамского района хороший большой рынок. И сегодня, насколько я знаю, глава администрации Невстикамска, глава администрации района, они между собой не ладят. Если бы ладили, может быть, оно было бы лучше для района. А вот сегодня не знаем, куда, допустим, даже ту продукцию, которая сегодня хоть и мало, не знаем, куда деть. Можно сказать, молоко продаем по 15 рублей, мясо продаем по чуть-чуть не 90, потом 80-90 рублей. Взаимоотношения глав районов и городов, получается, жизнь портится у всего населения, да? Да, конечно.